Всем привет! Этот выпуск был написан еще полгода назад, но, как говорят, обещанного полгода ждут. Тут адское количество шуток про Оскар и Лео. Ну что ж, будем импровизировать. Леонардо Ди Каприо – один из самых выдающихся актеров Голливуда, прославившийся в своих мелодраматических ролях Ромео и Джека из Титаника, который вывел далеко за рамки мелодрамы и заслужил славу главного секс-символа планеты и практически кинобога. Вторую половину 90-х можно смело назвать эпохой Ди Каприо в кино. Сегодня Леонардо сделал все для того, чтобы уйти от мелодрамы. Он играет в сложных психотриллерах, выбирая характеры потяжелее, а иссякшему зрительскому умопомешательству, похоже, даже рад. Тем более, что ни на его авторитет, ни на миллионные гонорары по утихшая дикапрская горячка никак не влияет. Леонардо Ди Каприо родился в Лос-Анджелесе в околобогемной семье. Его отец, обладатель множества талантов, давно мечтал покорить Голливуд. О том же мечтала и мать – красивая дочь русской эмигрантки и богатого немца. Познакомившись в колледже, они отправились в город ангелов исполнять свою мечту уже парой. Приблизительно в это время родился Леонардо, названный так в честь того, что сильно толкнул свою мать в живот во время просмотра картины Леонардо да Винчи. Увы, из тысяч человек, штурмующих Голливуд, победа достается немногим, остальные остаются на периферии. Такая судьба постигла и семью Леонардо. Поборовшись еще год, они расстались. Лео остался с мамой и с этого момента был поручен на воспитание русской по происхождению бабушки до ее смерти в 2008 году. Он был к ней очень близок и предпочитал ее всем на свете. Уже в свой звездный период Лео удивлял журналистов и высший свет тем, что брал свою бабулю с собой на все престижные мероприятия и даже в ночные клубы. Бабуля эти дела обожает, без всякого смеха комментировал актер эту ситуацию. Она может гулять до утра, в ней сохранился этот дух, жажда жизни. Однако вернемся к детству звезды. После развода он продолжал общаться с обоими родителями и из этого почерпнул немало. К примеру, частым гостем у отца был известный писатель хулиган Чарльз Буковский, в разговорах о жизни с которым Леонардо Ди Каприо провел немало времени. В этой среде будущий актер видел многое, по сути, изнанку жизни, которая выворачивалась и осмысливалась творчески и не только прямо у него на глазах. Ведь среди друзей отца и матери чаще всего были впившиеся, неудачники и опущенные люди. Люди, окружавшие меня в детстве, зачастую были не из самых приятных, но зато именно это и было своего рода закалкой. На каких только типов я не насмотрелся, знать не понаслышке и об этой стороне жизни совсем неплохо для молодого человека. Вероятно, как наследственность, так и жизненный опыт мальчика настолько повлияли на его сознание, что в 14 лет он заявил родителям, что хочет стать актером. Отец нашел ему агента и вскоре стало понятно, что Лео может осуществить мечты родителей. Он снимался в рекламных роликах на «Расхват», снялся в 30 рекламных роликах в двух сериалах, одним из которых стала знаменитая «Санта-Барбара». Ну а в 17 лет Леонардо получил первую роль в полнометражном фильме «Жизнь этого парня», партнером по которой для юного артиста стал сам Роберт Де Ниро. Парню было всего 17, а о нем уже ходила слава по Голливуду. Говорили о явлении вундеркинда, который может все. Вскоре у Леонардо появилась еще одна возможность доказать это. В фильме «Что гложет Гиблерта Грейпа» он сыграл роль, за которую не всегда возьмется и маститый актер, умственно отсталого. Теперь партнером Лео по съемочной площадке оказался виртуозный Джонни Депп. Но и такой величине не удалось переиграть Лео. Сумасшедшего он сыграл так, что у критиков поползли мурашки по коже. До Леонардо в фильме такого плана о нищей многодетной семье, где мать умирает от ожирения, никогда не становились кассовыми. Однако, благодаря игре Леонардо, даже на этот тяжелый фильм в кинотеатры пошел зритель. Леонардо укрепился в статусе вундеркинда, мало того, чуть не получил Оскар. За эту роль у него была номинация. В 20 лет Ди Каприо снялся еще в двух очень убедительных ролях. В ковбойском фильме «Быстрый и мертвый», где его партнерами по съемкам стали Шерон Стоун и Рассел Кроу. И в картине «Полное затмение», в котором он воплотил образ знаменитого поэта Артюра Рэмбо. Роль Рэмбо опять подняла Леонардо на невиданную высоту. Образ одиозного поэта молодому актеру удалось раскрыть максимально. Роль оказалась тем случаем, когда после фильма даже не интересующиеся поэзией люди идут в книжный магазин. Не говоря уж о том, что это был своеобразный актерский подвиг Лео. Ему не только пришлось играть гомосексуалиста, но и участвовать в нескольких очень откровенных сценах. Сам он позже рассказывал, что очень тяжело пережил эти съемки. Тем не менее, все было не зря, так как в 1995 году в год моего рождения в Голливуде начались съемки Ромео и Джульетты. И режиссер Бас Лурман сказал о том, что хочет видеть в роли Ромео только Леонардо Ди Каприо. Для сравнения, на роль Джульетты пробовались десятки разных актрис. Однако претендента на роль пришлось уговаривать, так как Ди Каприо с самого начала сказал о том, что сниматься в мелодрамах для девочек не будет. Уговорить актера удалось только потому, что фильм должен был сниматься не в классическом виде. Когда Ди Каприо узнал о том, что действие фильма перенесено в современность, а вокруг будут гонки, кровь, ручьем и стрельба, да еще и в интерпретации его героя ему предоставлена полная свобода, он согласился. Режиссер не зря уговаривал Леонардо. После выхода на большой экран фильм стал событием. Он до сих пор является одним из самых просматриваемых фильмов в мире, а Лео самым любимым исполнителем роли Ромео. И любому, кто видел фильм, понятно почему. В исполнении Ди Каприо классический персонаж, умирающий от любви, получился иным, чем играли ну просто все до него. Такого неистового, местами по-мужски серьезного, а местами по-детски смешного, Ромео мир еще не видел никогда. Если в классической интерпретации Ромео и Джульетта робкие и нежные, и даже в чем-то статичные подростки самоубийцы, в Ромео плюс Джульетта 1995 года все иначе. Ромео в исполнении Лео так страшно хочет жить, причем вместе с Джульеттой, что их смерть в конце просто шокирует. И тем доходчивее получился собственно шекспировский финал. Леонардо удалось невозможное сыграть роль, воплощенную миллионами актеров до него, совершенно по-своему, при этом, однако, не навредив авторскому замыслу. Естественно, фильм прогремел, но Леонардо попал в тот сегмент, которого так сильно боялся, в него влюбились все девочки в мире. На планете началось умопомешательство, которого она не видела со времен Битлз. Оно называлось Леонардо Ди Каприо. Именно по этой причине Леонардо пришлось уговаривать и следующему режиссеру Джеймсу Кэмерону. Теперь Лео не хотел сниматься в Титанике. В данном случае, правда, договорились быстрее. Ди Каприо привлек тот факт, что в основе сюжета лежит реальная история. Съемки были очень тяжелыми, однако то, что получилось, весь мир обожает до сих пор. Леонардо, естественно, опять попал на девочек, однако получил бонус. После Титаника он прочно вошел в первый эшелон звезд, а гонорары его стали миллионными. Теперь все режиссеры Голливуда стали мечтать заполучить Лео. Тем более, что рекламу ему сделал сам Кэмерон, рассказав после съемок в интервью, что Ди Каприо лучший из артистов, с кем ему приходилось работать, и его талант и трудоспособность невероятны. Он может совершенно очаровать сразу многих людей, ничего особенного для этого не предпринимая. Масштаб его личного воздействия очень велик. Сам же Леонардо так описывает рецепт своего успеха. Есть метод Страсберга, есть Станиславский. Когда я сам берусь за роль, то всегда ощущаю себя детективом. Надо найти мотивацию в каждой фразе, которую произносит герой, изучить всю историю стоящую за его словами. Когда ты эмоционально не вовлечен в процесс, ничего не получается. И, конечно, если ты еще не в Лос-Анджелесе, то лучше бы тебе туда отправиться. Более известными лентами после Титаника становятся «Пляж», «Банды Нью-Йорка» и «Поймай меня, если сможешь». За ними последовали не менее известные картины «Авиатор», «Отступники» и «Остров проклятых». В драме «Пляж» в декабре играл американского туриста, посетившего Таиланд в поисках хорошего заработка. Здесь вместе с Леонардо сыграли Тильда Суетон и Вирджиния Ледуайен. Пильм принес немалые кассовые сборы, но критиками не было бласка. Такую же прохладную реакцию у кинокритиков получила картина «Человек в железной маске», где Ди Каприо появился в образе Людовика XIV. Зато кассовые сборы опять порадовали творцов и актеров фильма. Он собрал более 180 миллионов долларов. Гораздо лучшие отзывы получила криминальная трагикокомедия под названием «Поймай меня, если сможешь». Прототип Ди Каприо – один из самых дерзких преступников 60-х Фрэнк Эбигнейл. Эта роль принесла артисту третий «Золотой глобус» и огромные кассовые сборы. Еще больший успех и деньги принесла Леонардо Ди Каприо работа в ленде Мартина Скорсезе «Банды Нью-Йорка». В фильме повествуется о столкновениях между бандитскими группировками эмигрантов и американцев. Следующей совместной работой Ди Каприо и Скорсезе была картина «Авиатор», в которой рассказывается об американском предпринимателе Говарде Хьюзе. Ледда получила огромный успех, а Лео номинировали на Оскар, который ушел к другому артисту. Наиболее известными фильмами последних лет с Лео стали «Волк с Уолл-Стрит» и «Остров проклятых» от Скорсезе, «Джанго. Освобожденные Тарантино» и, конечно же, «Великий Гэтсби Лурмана». Ну и нельзя вспомнить про фильм «Выживший». Я надеюсь, вы уже успели оценить игру Лео. В ней повествуется о траппере Глассе, раненном во время охоты медведям и преданном одним из соратников, оставившим его умирать. За эту картину Лео наконец-то... Да! Да! О, да! Получает Оскар! Да, наконец-то! У-у-у! Прощайте шуточки, Лео смог и ты сможешь! Стало слоганом 2016 года. Однако, магия вокруг статуэтки и Оскара и Лео продолжала болеть в воздухе. Ди Каприо и его коллеги отмечали награждение в одном из ресторанов Лос-Анджелеса. После праздника актер вышел на улицу и направился к автомобилю в сопровождении еще нескольких человек, когда к нему выбежал мужчина со статуэткой. Вы бы хотели забрать это с собой? Спросил он у Ди Каприо, показывая на Оскар. Отдай Дену! Ответил актер и указал на одного из спутников, после чего мужчина передал ему награду. Сам Ди Каприо принял из рук другого человека закупоренную бутылку. Гости в ресторане передавали Оскар Ди Каприо из рук в руки и скандировали «Волчья стая! Волчья стая! Волчья стая!» Награда установила новый рекорд в Твиттер. После оглашения его имени на церемонии пользователи написали более 440 тысяч твитов в минуту. В своей оскаровской речи Ди Каприо напомнил о климатических проблемах и призвал заботиться о здоровье планеты. Актер получил Оскар впервые. До этого он четыре раза номинировался на награду в актерской категории. Но об этом вы можете посмотреть отдельный видеоролик. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Пока!